Компания Chang'an объявила официально новый седан Dark Blues L03-2022 года. Этот автомобиль базируется на чисто электрической платформе EPA1. Модель позиционируется изготовителем как электроседан среднего размера с задним приводом. Автомобиль имеет динамическую форму и предлагает три конфигурации с увеличенным запасом хода, чисто электрическую версию и водородную модификацию. В общем, автомобиль выглядит довольно спортивно. Длина новой модели составляет 4820 мм при колесной базе 2900 мм. Ширина и высота равны 1890 и 1480 мм соответственно. Не забудьте подписаться, ставьте лайки. Итак, поехали дальше. Новый автомобиль также будет иметь различия в деталях в зависимости от версии с различной мощностью. Общая концепция дизайна последовательна. Все имеют закрытую форму передней части. Группа фар имеет разделенную конструкцию, верхние светодиодные, дневные ходовые огни. Кроме того, область под фарами также оснащена световой группой матричного типа с интерактивным языком лампы. С обеих сторон передней части корпуса есть вентиляционные отверстия. По официальным данным, коэффициент аэродинамического сопротивления новинки составляет 0,23. Что касается боковой части кузова, спортивного стиля, концепции дизайна с низким передом и высокой задней частью, согласованных пропорций всего автомобиля, плавных линий крыши. Кроме того, он также использует дизайн скрытых дверных ручек и бескаркасных дверей. В задней части автомобиля новый автомобиль имеет группу задних фонарей со звездообразным пламенем. Расположение задних фонарей очень характерно и имеет высокую степень узнаваемости. Задняя часть нового автомобиля украшена задним диффузором, а общие детали подобраны так, чтобы передать спортивную атмосферу нового автомобиля. В салоне новый Dark Blue S L03 использует многофункциональный руль с двойными спицами, полностью цифровую приборную панель и 14,6-дюймовый дисплей системы мультимедиа. Последний может поворачиваться влево и вправо на 15 градусов. Общая компоновка интерьера достаточно проста, а сам он выполнен в черном и сером оттенках. Седан оснащен панорамной крышей площадью 1,9 квадратного метра, аудиосистемой Sony с 14 динамиками, интеллектуальным голосовым помощником, ARHAT и другими сервисами. Как уже говорилось, производитель предлагает версию с увеличенным запасом хода, а также электрическую и водородную модификации. Среди них зеленая комплектация оснащена двумя двигателями мощностью 217 и 258 лошадиных сил. Их общий крутящий момент равен 320 Нм. Емкость батареи может быть равна 58,1 или 79,9 кВт-часов, а запас хода составляет 515 или 705 км. До сотни модель может разогнаться за 5,9 секунды. Версия с увеличенным запасом хода использует полтора литровый двигатель на 95 лошадей и электродвигатель на 217 лошадиных сил. Крутящий момент системы равен 320. Расход горючего в такой модификации составляет 4,5 литра на 100 км. Автомобиль, работающий на водородных топливных элементах, укомплектован агрегатом с отдачей 217 лошадей и литий-железо-фосфатной батареей на 28,39 кВт-часов. Запас хода этой модели достигает 730 км. Заправка такого автомобиля составляет всего 3 минуты. Стоимость китайской новинки составляет от 25 084 долларов. Китайские автомобильные бренды постоянно движутся к новым высотам, и Чанган Атомобил наверняка станет важным представительным предприятием среди них. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok